Февральский номер уральского следопыта, очерк Веры Механошиной и Марины Белавиной, чудные персонажи Кудымкарского района. Основателем древнего Кудымкарского городища на горе Изюр над рекой Кувой считается легендарный чудской Пам, что означает князь или предводитель, Пам Кудым-Ош. Согласно легенде, он был сыном одноглазой ведуньи Павсин и Медведя. Этот Кудым-Ош и научил уфтыры или роды древней пармы добывать и обрабатывать металл, выращивать хлеб, строить укопленные кары, то есть города-городища. По совету Чикиш или Патос, служительницы культа бога Айпеля, нашел он себе в жены в дальних землях Вагульского княжества княжну Коста. Любовь его помогла ей избавиться от колдовских чар и превратиться из чудовища в очаровательную красавицу. Подобными магическими навыками, как считается, обладали все люди в Итерее или в роду Кудым-Оша. Они могли и глаза отвести, и к жизни вернуть. Сам Кудым-Ош жил не одну сотню лет и обещал когда-то вернуться к своему народу в недалеком будущем. Особо почитаемым божеством у древних коми-пермяков считается владыка севера, четырехликое мужское или женское божество северного ветра, ночи и луны Айпель. Капище Айпеля располагалось на священной горе Изюр, это современная территория города Кудым-Кар. Его деревянный идол был выше других и со всех сторон был обложен камушками и раковинами со всех рек, где жили люди, которые поклонялись ему. Сын бога Йена, небо и богини земли Мум-Ам, Айпель встречается в мифологии древней чуди наряду с другими божествами. Кушпель, Каспель, Кульпель, Сюропель, Ашпель, Иджитпель и Ворпель. Древние люди верили, что при отсутствии солнца на небе и в ночное время Айпель оберегал людей от злых духов. Бог изображался с птицей на груди или появлялся в образе филина. В западном направлении от Кудым-Кара, недалеко от села Верь-Иньва, у деревни Самково расположен и священный источник, который называется Проня-Ключ. Ключ славится в районе своими целебными свойствами. Легенда гласит, что появился источник благодаря стараниям некого мужичка по имени Проня, который был несколько жаден до денег и большую часть времени тратил на поиски кладов. И так случилось, что из одной ямы, которую вырыл Проня, забил ключ. Попил он воды и почувствовал, что от усталости и не осталось следа. Рассказал Проня людям про свой родник. Те стали брать целебную воду и излечиваться от многих-многих болезней, даже от слепоты. Получилось так, что Проня клад искал для себя, а доброе дело делал для всех. Ближайшее к городу Кудымкару, село Пешенгорд, западного направления, расположено на правом берегу живописной реки Иньвы. Здесь находится этнопарк, заветный клад, который носит название одноименного сборника легенд и преданий любимейшего среди коми-пермяков писателя, поэта и фольклориста Василия Климова. В этом этнопарке восстановлена землянка легендарных основателей села Пешенгорд, братьев Леш и Иена, которые изначально жили на заречной стороне. Легенда повествует, что однажды, когда братья ушли на охоту, разгулялась в их стороне нечисть не на шутку. Жены дома оставались, одна с ребенком занимается, другая хозяйничает. Глядят женщины, мужья что-то скоро вернулись, удивляются, а те отвечают, что дорога где не удалась. Которая с ребенком была, сразу заметила, что мужики какие-то безбровые и поняла, что не мужья это вовсе. Схватила ребенка и петуха и выскочила из избы. А то, что осталось, совсем не повезло. Первая дверь снаружи подперла, нечисть выйти хотела, но не смогла. Так и погибла, когда петух закричал. Когда Леш и Иена вернулись с охоты, они застали печальную картину. Тогда и жить они перебрались на другую сторону, на Ипан-мыс. Люди их двор Леш и Иена гортом, то есть жилищем, назвали. А русский переписчик ошибся и записал селение как Пешний горт. Воды реки Иньвы сливаются с рекой Кува у самого города Кудымкар. По легенде, в истоках Иньвы жилоческое племя, состоящее из нескольких родов, уфтыров. По праздникам собирались они в одном месте, вышли в современный верх Иньвы. Богу молились, с силой и ловкостью мерились, пели и танцевали. Однажды напали на их племя враги, пришшие люди в шкурах со звериной мордой и тремя рогами. Женщины стар-домлад в лесах укрылись. Мужчины же вступили в битву, какой до этого не бывало. Почти все они погибли, но землю свою отстояли. Целую неделю хоронили защитников, а потом был день больших причитаний по умершим. Горе было так велико, что сам бог Иен услышал рыдания женщин. Разделив их беду, он послал им дождь, слезы небес. Из этого же дождя и появилась река, которую люди назвали то ли Синва, слезы, то ли Янва, божественная, то ли Иньва, женская вода. Прародительницей Коми-Пермяков считается также легендарная богатырша Дзюдзя. Предание об этой супер-женщине бытует и в Афанасьевском районе Кировской области, который граничит с Кудымкарским районом Коми-Пермянского округа, и где проживают также Коми-Дзюдзинцы. Она была такой здоровой и сильной, что ее боялись и мужчины. По преданию она молила Иена о детях, и бог дарвал ей шестерых. Не могла выкормить столько Дзюдзя, снова попросила помощи у Иена, и он дал богатыше еще четыре груди. Сыновья выросли и стали основателями городищ на истоках Камы. Среди них, возможно, Сутьякар, Зуйкар, Еджкар, Ускачкар и Мудшкар. Однажды, защищаясь от врагов, Дзюдзя приказала наловить и напустить на них ворон. Разбойники потратили все свои стрелы на птиц и остались безоружны. Так Зюдзинцы хитростью прогнали врагов со своей земли. По пути к священному источнику Проня-Ключ находилась также и священная ель, сырчик-кос, с двумя вершинами, располагавшаяся недалеко от Чускового могильника. Самой ели уже нет более ста лет, но название ее сохранилось. Около нее проходили обрядовые игры летом под Троицу. После поминок на кладбище молодежь собиралась у самого дерева, играли, плясали, пели песни. А в давние времена Чуть приходилось сюда перед началом сезона охоты. Чудины стреляли в сырчик-кос из лука, чтобы узнать, удачной ли будет охота и куда идти на промысел. Ель как бы олицетворяла мировое дерево, подпирающее само небо. По преданию, Чудины обладали большой физической силой, были высокими и ясноглазыми. Легенда гласит, что обычная Чудинка, например, могла печь блины, фактически прикрепляя их к небу, чтобы остудить. Множество комипермятских легенд рассказывает также и о Чудских богатырях, основателях городич, обладающих огромной физической силой и необычными способностями. Упоминается их огромный рост в триоршина, что более двух метров. Эти богатыри развились, перебрасывая большие топоры через леса да через поля. Могли они с одного берега на другой огромные валуны перекидать или большие бревна, да и телеги с лошадьми поднять. Свидетельства о встречах с Чудью были зафиксированы в источниках даже в первой половине 20 века. В Комипермятском окружном краеведческом музее имени Суботина Пермика представлено несколько артефактов древней культуры Комипермяков. Это бронзовые изделия пермского звериного стиля. Все перечисленные персонажи, кроме двух, что принадлежат самому Кудымкару, имеют отношение к населенным пунктам юго-западного направления от этого города. Двигаясь по дороге к истокам женской реки Иньвы, мы сможем побывать фактически во всех достопримечательностях этого района. Мы сможем посетить этнопарк села Пешенгорд. Двигаясь по дороге к истокам женской реки Иньвы, мы сможем побывать фактически во всех достопримечательностях этого района. Мы можем побывать в этнопарке села Пешенгорд, а затем добраться до священного источника Проня-Ключ, расположенного за селом Верхинева, и набрать целебной воды.